Здравствуйте, дорогие друзья! Недельная глава Ноах, канун шабата. И вот хотелось сказать, что наш потоп называется Мэй Ноах. Что такое Мэй Ноах? Это воды Ноаха. А если перевести дословно, Ноах – это удобно. И наши мудрецы говорят, что у Ноаха был большой недостаток. Он был праведником только в своем поколении. И вообще, если понять, Ноах был очень удобный человек. Что значит удобно? Если на русском это сказать, моя хата с края, никого не знаю. То есть, если у меня все хорошо, в моей семье все хорошо, ну и хорошо. То есть, у Ноаха было две проблемы, о которых мы хотим поговорить. И для того, чтобы, не дай бог, Тора никогда никого не обвиняет и ничего не говорит плохого о человеке. Но если наши мудрецы решили, что это важно сказать, то это служит для нас большим уроком. Итак, 120 лет строил Ноах ковчег. Ковчег был построен, потом пришли животные, он зашел в ковчег. И у нас возникает один вопрос. Неужели Ноах за все 120 лет не смог переубедить ни одного человека? А занимался ли он этим вообще? Наверное, нет. То есть, Ноах выполнял, он понял, что это поколение тяжелое. Зачем ему заниматься? Он будет спасен. Всевышний говорит ему, что он будет спасен. И он выполняет то, что Всевышний ему говорит. То есть, он не верит в себя. То есть, вторая проблема, которая была, он не верит в себя. Он не верит, что он в состоянии изменить этот мир. Может, он даже и не задумывается о том, что он в состоянии изменить этот мир. Поэтому наши мудрецы сказали, поколение Авраама, он бы вообще не считался бы праведником. Почему? Потому что Аврааму было важно для того, чтобы весь этот мир уцелел. Итак, Ноах заходит в ковчег и не думает о том поколении, в котором он живет. Почему он не сделал какой-то шатер? Почему он не приглашал людей в шатер? Почему он не говорил им, исправьтесь? Почему он не говорил им, давайте, вот Всевышний будет потоп. Давайте, давайте, сделайте, исправьтесь. То есть, неужели мы не хватило ни одного человека, которого он смог изменить? Самое интересное, что он не хочет выходить из ковчега. Почему он не хочет выходить из ковчега? Когда он выходит из ковчега, он видит хурбан. Хурбан, он даже понимает, что все разрушено. То есть и разрушена почему? Разрушена потому, что в этом есть также и его вина. Он не изменил мир, он ничего не сделал для изменения мира. И в этот момент он осознает, что он должен идти дальше, а дальше может случиться то же самое. Он не верит до конца в себя, и поэтому он просто, потому что он по натуре, он человек удобства. Что значит человек удобства? Я хотел привести пример, что в Израиль, когда я приехал, мою фамилию исковеркали и написали вместо карнау, карноах. То есть кар в ноах. Если перевести кар в ноах, то же слово ноах есть там. Кар это холодно, ноах это удобно. Когда я приехал в Павлодар, действительно было холодно и удобно. То есть у тебя особая какая функция? У тебя небольшой городок, у тебя есть там люди, которые приходят, твоя небольшая задача, которая есть в этом всем, и ты выполняешь. Можно спокойно расслабиться, как говорится. То есть с одной стороны холодно, с другой стороны удобно. Но Всевышний требует от тебя больше. Всевышний требует от тебя больших целей. То есть если ты попадаешь в какое-то поколение, если у тебя есть даже намек фамилии холодно и удобно, что ты попал в холодную страну и довольно удобную, так ты должен действовать, ты должен двигаться вперед. Не просто так человек находится, и он должен верить в свои силы. Он должен верить в свои силы и быть уверен, что он может изменить этот мир. Если он не верит, что он может что-то изменить, то тогда у него нет движения вперед. Тогда у него нет выполнения своей задачи. Всевышний дает, если он ставит человека в определенное положение, если он ставит перед ним какую-то задачу, если он видит, что что-то где-то не хватает, если он видит, что что-то где-то не происходит, и он должен понять, если никто кроме него это не делает, значит он должен это сделать. И никто, я сейчас не говорю, что Ноак должен был переделать все поколение, но то, что он мог, он должен был сделать. Он должен был приложить все силы для того, чтобы переделать хотя бы одного человека, хотя бы двух, и это нам урок. Мы должны переделать каждого, кто вокруг нас, кто может. Мы должны сделать то, что от нас зависит. От нас не требуется сделать больше наших сил, но от нас требуется все наши силы приложить. И действительно, если мы приложим все силы, то мы сможем это сделать. Наше безразличие – это самая страшная вещь. Иногда мы видели это в Израиле, когда наши политики отдавали еврейскую землю, и после этого на нас сыпались градом ракеты, когда выводили из газа войска, когда рушили цветущие поселения. Например, Рабаним Хаббат сказал, что ни один еврейский солдат не имеет права в это время служить в армии. Почему? То есть на это время. Даже те, кто не служит в войсках, которые выселяли непосредственно поселения, он не может сидеть без различия. То есть наше безразличие привело к тому, что спокойно выселили евреев из газа. Именно наше безразличие. Если весь народ как один, и религиозное население, которое тоже себе спокойно сидело в своем ковчеге, в своем религиозном районе, им было все равно, по большому счету, убирает газу, убирает газу, что мы можем сделать? Мы сидим, главное, нас не трогают, не дай бог. И когда это случалось в израильской политике раз за разом, и мы это видим, как любавический рэб, насколько это было для него важно, чтобы это не случалось, насколько он пытался быть небезразличным каждой вещи, насколько он был небезразличным, его волновала каждая деталь того, что происходит, и на то, что он мог сделать, он должен сделать. И как сказали тогда Раббана и Хаббат, да, ты, если не можешь приехать там и своим телом защищать газу, потому что это было решение власти, которое было очень сложно изменить, и могли быть плачевные последствия, вот, для тех, и были плачевные последствия для тех, кто пытался сопротиводействовать выводу войск из газа, да. И он сказал, если ты сейчас находишься в армии, да, Раббаним сказали, ты не должен прийти в этот день в армию, потому что пока ты находишься в другом месте, да, то есть ты укрепляешь армию в этом месте, и она может способна выселять поселение. Если все как один сказали, мы не будем выполнять этот безумный приказ, этот дебильный приказ, этот приказ, который привел к крови тысячи евреев, да, этот приказ, который не был ни логичен ни со стороны политики, ни со стороны безопасности, ни с какой стороны, да, то есть одного человека, которого мы называем бульдозер, которого есть много заслуг перед еврейским народом, но также вот эта вот вещь, которую он сделал, вот эту страшную ошибку, скажем так, и когда, если бы все в этот момент сказали, мы не придем в армию, или мы не будем выполнять приказ, и каждый на своем месте сделал все, что он может, сейчас подчеркиваю, все, что от него зависит, то наверняка бы мы, может быть, и смогли бы сделать то, что от нас доверили. По крайней мере, у нас была попытка. И следующая вещь, когда Ноф выходит из Ковчега, он видит разруху, и у него, он не хочет выходить из Ковчега. Почему он не хочет? Потому что он не верит, что он способен теперь что-то изменить. Он смотрит, все, все разрушено. И почему Всевышний обещает ему, что больше потопа не будет? Потому что он думает, в следующий раз произойдет то же самое. Опять люди начнут крешить, опять все сначала, тогда зачем это делать? И он не видел результата, он не верил в себя до конца. И здесь вспоминается одна очень интересная история с Раби Йохананом и Рейш Лакишем. Как-то они шли окунуться в воды Твери, потому что воды Твери очень полезны, горячие источники. Они шли туда, и они встретили одного бедняка, который просил у них денег, говоря, что у него нету даже что поесть. И они сказали, вот мы будем возвращаться с Твери, ты будешь здесь, на этом же месте, мы обязательно тебе что-то дадим. И вот они окунулись в воду Твери, и когда они вернулись и хотели ему уже что-то дать, то есть они обнаружили его мертвым. То есть один сказал другому, ну видишь, мы не дали ему пожертвования, а так бы он мог купить хлеба и воды, и он от этого умер. Какое несчастье. Что бы произошло с другими людьми? Они бы, наверное, рвали на себе волосы, говорили, как, все это горе, меня никогда Всевышний не простит, я там убийца или еще что-то. Что сказали наши мудрецы? Наши мудрецы сказали так, мы не смогли ему помочь при жизни, мы ему поможем после смерти, чем можем. То есть мы займемся очищением его тела. И мы омоем его тело, как положено, займемся его похоронами, сделаем все, что от нас зависит сейчас. И когда они начали его раздевать, чтобы переодеть и омыть, они увидели, что его карманы полны денег. То есть это был человек с определенной болезнью, да, есть много людей, которые ходят и клянчат денег, говорят, что они бедные, как моя мама любит говорить, деньги любят слезы. Те, кто больше плачется, они, как правило, зачастую у них больше есть, чем у других, но неважно, это шутка. И это была болезнь просто, он бы не умер от, если даже они ему дали, он бы умер от голода, все равно, потому что он бы не потратил эти деньги. И здесь мы приходим к очень правильному вещам. Когда мы не смотрим на то, что было, мы смотрим на то, что было для того, чтобы исправить совсем другое. Да, было, да, мы сделали, да, ты выходишь с ковчега, да, ты видишь, что у тебя, что может быть, если бы ты сделал больше, не было бы разрушения всего мира. И мир разрушен, и в этом твоя непосредственная вина, что ты ничего не сделал, чтобы это изменить. Это кажется ужас, должен быть страшное отчаяние. Но что говорит Всевышний? Выходи и строй новый мир. То есть от тебя должно произойти потомство, прорву, плодись, размножайся, наполняй землю, двигайся дальше. Не заходи, не останавливайся, делай то, что от тебя требуется. Это еврейский подход. Когда у нас есть что-то, мы где-то споткнулись, упали, когда у нас есть какая-то беда или еще что-то, мы должны начать не то, что с чистого листа. Во-первых, а, мы должны верить в себя, и б, мы должны подняться и двигаться дальше, вперед. И когда мы будем двигаться вперед, то мы увидим, как в той истории с Йоханом и Решу Акишем, что не просто это причина в нас, что это было плохо, а наоборот мы увидим, что тут нашей вины нет. И мы должны двигаться вперед, вперед и вперед. И я вас поздравляю всех с наступающим шаббатом. И я хочу, чтобы мы выучили для нас, что даже если наша эцерара, она постоянно говорит нам так, она говорит нам сначала согреши. Когда мы согрешили, не дай бог, она говорит нам, ну кто-то теперь после этого. И начинает заставлять нас приходить в смятение, в деколон, то есть в отчаяние, в депрессию. То есть, и вот эта депрессия, это страшная вещь. То есть, депрессии ты не поможешь. Слезами горю не поможешь, да? То есть, если с тобой случилось, не время плакать. То есть, нужно исправлять, идти дальше. Это, как говорит Рэба, он подчеркивает еще, что то, что в Тане книге описывается, то, что ты где-то споткнулся, должно быть для тебя поводом, раз ты упал, это для того, чтобы выше подняться. Поэтому я желаю вам подняться очень высоко, чтобы этот шаббат принес вам благословение на всю неделю. Всем шаббат шалом, и чтобы мы были не только новых, но также нам было не только удобно, но мы выполняли то, что от нас не только Всевышний как бы требует, а больше. Чтобы мы знали, что все, что мы можем сделать, если Всевышний нас ставит в определенное положение, значит, он дает нам силы. Всем сил, шаббат шалом.